Добрый день, сейчас я вам покажу, как сделать пакет трейсер 17.8.2. Мы его загружаем из Netacad, как всегда. Открываем загруженный файл в пакет трейсере. Если у вас появляется окно входа, вы входите в свой аккаунт Netacad. Если нет, открываете юзер профайл. Здесь вводите свое имя, фамилию, email свой, ну и также свою группу. Нажимаете ok, соглашаетесь с перезапуском всей работы и давайте приступать к ее выполнению. Сейчас я это все расположу. Итак, что нам нужно сделать? Во-первых, распределить IP-адреса. У нас есть получается вот такая вот заготовка таблицы и нам нужно добавить собственно создать IP-адреса 19168.0.0.1.24. Вот эта вот сеть распределить между став 100 узлов, sales 50, id 25 и создать еще на 25 узлов гэстсеть, которая будет потом добавлена. То есть сейчас ее не реализовывать. Собственно, сейчас я покажу, как я распределил все IP-адреса. Собственно, вот они. Здесь только те, что не хватают в таблице Можете использовать мои, можете сами все разделить, распределить Ну и вот собственно R1 с таким интерфейсом Ну тут не все, вот, все пролистнул R1 со всеми тремя интерфейсами, все свечи Ну и три наших отдела, по сути это компьютеры, но по факту это как бы конечное устройство Ну и давайте приступать к их настройке Сеть я разделил, кроме того, чтобы разделить сеть, что нам здесь нужно Нам нужно полностью настроить все устройства И с вот такими вот запросами к этой настройке Все это я тоже уже подготовил И сейчас все буду по очереди делать и объяснять Открываем маршрутизатор R1 Нажимаем Enter Попадаем в консоль маршрутизатора И здесь мы входим Enable режим Enable пишем, дальше ConfT для доступа к конфигурации терминала Ну и первым делом я здесь создал все, получается, интерфейсы Здесь все просто, мы используем интерфейс, номер интерфейса Дальше IP-адрес и маску под сети Все взято из вот этой вот таблицы Собственно IP-адрес, маска под сети, дополнительные настройки В общем все настолько базовое, что мы уже весь курс как бы настраивали Дальше IPv6 тоже просто берем из таблицы IPv6 даже распределять не надо Они уже все заданы Ну и собственно включаем интерфейс И все, вот это вот можно копировать И вставлять в нашу конфигурацию Paste И все, у нас все настроилось Интерфейс у нас поднялся И можно приступать к следующим интерфейсам Здесь они все так настроены То есть получается у нас 4 интерфейса И все 4 здесь так вот просто настроены Все это я скопирую и все вставлю Все, опять же можете брать мой код Можете сами все это вводить по очереди Я для ускорения так делаю Так, 3 интерфейса мы распределили Один был задан в инструкции Так что если вы не знаете откуда это все завелось Все вот здесь вот есть Один у нас уже задан Три мы сами распределили И вот все я собственно ввожу Идем дальше Это мы интерфейсы настроили Теперь настройка самого маршрутизатора Первым делом хостнейм нас просим задать И отключить поиск DNS Все это мы делаем Так, пейст Дальше мы блокируем логин на 3 минуты После 4 неверных попыток за 2 минуты получается Копируем эту команду Пейст Дальше мы задаем пароль для входа в enable режим Как Cisco ENPA Там их 2 дается пароля Важно их не путать Потому что у вас не будет полностью засчитана лабораторная Для входа в enable режим Есть буква E Вот Видите здесь на одну букву больше E А здесь нету буквы E Так что не путайте это Собственно Так Открою обратно Копируем Enable secret И вставляем его в конфигурацию Все Идем дальше Дальше мы шифруем пароли Это и так понятно Шифруем пароли Всегда это нужно делать Ну и добавляем правила безопасности Чтобы все пароли в системе были как минимум на 10 символов То есть теперь когда мы пытаемся добавить какой-нибудь пароль Какой-нибудь линии И он будет меньше 10 символов Нам скажут что мы не можем такой пароль задать Ну и собственно приступаем к настройке линий Консольных линий Она у нас одна Поэтому мы заходим в ее конфигурацию Максимальное время как бы включения консольной линии 5 минут Ну по до бездействия Дальше мы пароль задаем для доступа к консоли Чтобы никто не мог консоль нашего устройства открыть Ну и логин чтобы этот пароль запрашивался Дальше включаем IPv6 адресацию Так как у нас в этой сети есть IPv6 адреса Включаем на роутере IPv6 адресацию Добавляем ему domain name Опять же все в запросе к лабораторной это описано Я более-менее по шагам оттуда делал Так пароль minlangs мы уже задавали Теперь баннер введем Можете свой придумать Можете какой-нибудь вообще любой баннер сюда дописать Сгенерируем ключи для SSH линий Сгенерировали И настроим линии VTI Сделаем так чтобы они работали по SSH Ну и также создадим пользователя для доступа по SSH к нашему роутеру Копируем и вставляем Все мы полностью настроили наш R1 маршрутизатор И можем настраивать теперь свечи Чтобы проверить правильно ли мы вообще все настроили Можно зайти в check results И здесь просмотреть assessment items И вот у нас R1 получается И да как видите у меня абсолютно все правильно настроено Можете проверить себя что у вас тоже было все правильно Закрываем отображение И идем дальше Дальше мы будем настраивать коммутаторы Опять же здесь те же пароли 2 Здесь есть вот такие вот запросы по настройке И все это я уже расписал С1 открываем Enter Enable Configure Terminal Заходим в конфигурацию S1 Здесь у нас вот такие вот настройки Шифруем пароли Это и так понятно Хастнейм задаем Добавляем пароль на enable Дальше отключаем поиск DNS серверов Дальше мы настраиваем единственный интерфейс VLAN 1 С вот таким вот IP адресом И такой маской под сети Все взято из той таблицы Которую я вам уже показывал Дальше мы включаем этот интерфейс Давайте на этом остановимся Все это скопирую И вставлю Все Потом IP default gateway настраиваем Чтобы наш коммутатор знал путь к маршрутизатору И настраиваем следующую линию Консольную линию Задаем пароль для входа в консоль Опять же timeout в 5 минут Это все мы делаем Paste Enter Настраиваем линии VTI Здесь нам не нужен SSH доступ Поэтому просто на них пароль ставим И запрашиваем этот пароль Вот таким вот образом Все S1 мы настроили Дальше настройка S2 Опять же давайте проверим Правильно ли мы S1 настроили Открываем результаты Check results Assessment items Находим здесь S1 S1 все настроили правильно Закрываем И переходим к следующему маршрутизатору S2 и S3 У них абсолютно аналогичная настройка Отличаются только IP адреса Поэтому можете для себя тоже заготовить Вот такую вот настройку для S1 И потом просто поменять S1 на S2 Ну и IP адреса поменять И все Я скопирую все эти настройки S2 Так вот до сюда Копируем S2 enable Я тут зря все сначала скопировал Тут enable в начале Нам enable не нужен Мы его уже ввели Все до логина Enable configure terminal И все это вставляем Все как видим все у нас Все у нас настроилось Никаких ошибок нету Ну и можно проверить Assessment items Ну а я сразу и S3 скопирую Тоже вставлю Чтобы и там сразу заодно проверить S3 Опять же абсолютно идентичные настройки Отличаются только IP адреса Ну и хостнейм Все S3 мы настроили Давайте посмотрим все ли правильно мы настроили Так Check results Assessment items И здесь смотрим R1 S1 S2 у нас Enable secret неправильный Где он у нас здесь был Сейчас мы это исправим В S3 у нас тоже неправильный Enable secret Видимо я допустил ту же ошибку Я без E его добавлял Так S2 Enable secret Сейчас мы скопируем точно Которые нас просят Так Коммутаторы Вот он Копируем его Вставляем Копируем команду Enable secret В S2 И S3 S2 Paste Настроили Enable secret И S3 Paste Настроили Enable secret Проверяем Check results Assessment items Так S2 и S3 Теперь у нас настроены Полностью правильно Опять же Не путайте эти пароли Они отличаются на одну букву Но это может вот так вот Как и у меня Вам помешать Дальше нам осталось Настроить sales Stuff И IT То есть три компьютера Закрываем Открываем компьютеры по очереди И просто вводим туда IP адреса Из таблиц IP configuration Так Открываем таблицу Давайте все по очереди делать Во-первых Stuff Вот у нас IP адрес Копирую только основную часть Так Здесь у нас маска под сети 128 в конце Default gateway Я тоже вставлю Здесь в конце 1 у нас Вот таким вот образом IPv6 Адреса Нужно вставить Я их в эту таблицу Не добавлял Поэтому мы их отсюда Будем брать Так Листаем Получается Stuff Вот у нас IPv6 адрес Для Stuff Слэш 64 И Default gateway Нам тоже нужно Задать Мне нравится этот IP адрес Сейчас мы его скопируем Еще раз Так Сделал я не то что нужно Сначала курсор переводим Все стираем лишнее Здесь тоже все лишнее стираем И Слэш 64 IPv4 кстати у нас настроился С ним все правильно Так Ему все еще не нравится IPv6 адрес Может попробовать Капсом его написать Давайте вручную 2001 Двоеточие DB8 Двоеточие Акад у нас Двоеточие 1 2 Двоеточие 2 В конце Ну и Слэш 64 Вот так вот И так ему все нравится То есть Из этой вот таблицы Перепишите все эти IPv6 адреса В большой формат В капслок В общем Чтобы у вас таких проблем не было Теперь Default gateway Тоже лучше вручную Пишу Fe 80 2 Двоеточие 1 Все Закрываем Став И давайте проверим Все ли мы правильно В нем настроили Дальше уже Все донастроим И тогда уже проверим Финальный результат Так Может я что-то забыл настроить Так у нас Став И да IPv6 адрес Ему все еще не нравится И Linklocal Ему не нравится Linklocal Я забыл А вот IPv6 адрес Непонятно Что ему не так Сейчас попробуем Так Снова открываем Став IP Адрес Он у нас Запрашивает Ага Здесь нет единицы Я видимо не оттуда Переписывал У нас заканчивается На Акаде Вот так вот Оставляем И у нас Получается Linklocal Неправильный Нужно Linklocal Еще написать Fe80 2 2 Все Закрываем И все у нас Сохранилось Снова проверяем Чтобы все правильно было И потом уже Все донастроим Check Results Assessment Items Так Став Все правильно Осталось два компьютера Настроить Опять же Копируем IP адреса Sales IP конфигурация IPv4 адрес Копируем Отсюда Маска под сети 192 В конце 192 Default Gateway У нас 129 129 DNS не трогаем IPv6 В Sales Давайте я его еще раз Введу вручную Так Sales Вводим IPv6 адрес 2000 2001 Двоеточие DB8 Двоеточие Акад Двоеточие Так это мы настраиваем Sales Да Чтобы снова не перепутать 12 Двоеточие 2 Слэш 64 64 Дефолт Gateway У нас FE 80 Двоеточие 1 Sales И Здесь мы тоже Вот так вот Подкорректируем Link Local Все Закрываем И переходим к настройке Последнего компьютера IT Открываем его IP Конфигурация Давайте сразу IPv6 настроим Раз у нас открыто 2001 Двоеточие DB8 Двоеточие Акад Двоеточие Два Два Двоеточия Два И Слэш 64 Слэш 64 Здесь я Сотру Скопируем Ставлю И Один Все Как видите Все из таблицы Взял Проверю Все Все настроено Правильно Переходим к настройке IPv4 Самое последнее Что нам нужно ввести Копируем IP адрес Так Маска под сети У нас 224 И Дефолт Гейтвей 193 Все Все мы настроили Можно закрывать И проверять результаты Также сейчас я пару пингов сделаю Чтобы убедились Что все работает Но все как бы не может не работать Потому что мы все настроили Видите везде галочки Вот Клоус Комплишен 100% Ну если мы например Состав Откроем командную Старку И захотим Пропинговать IT У IT у нас Так вот такой вот IP адрес Скопируем его Пишем Пинг И вставляем IP адрес Правой кнопкой Paste Ну и ждем Пинга У нас первый будет неудачный Так как это пакет рейсер Ну а последующий у нас Как видите Ответы приходят Все работает На этом все Мы сделали пакет рейсер 17.8.2 До свидания